Я Чихан Сано. Поскольку Итаго, я жил в России только два месяца и половина до сих пор. Я занимался русским языком почти самостоятельно. И вы знаете, грамматика русского языка 200 миллионов раз сочнее, чем английский. Это немного трудно, например, для иностранцев, как я, говорить все по-русски. Но это возможно, что я не точно понимаю вопрос, который вы можете спросить мне после моего доклада. Я напишу здесь мой номер, адрес, мой адрес электронной почты. Это написано. Одно включено на этом. А, есть тут? Да, да, да. Но это иногда дополнен, почтовый язык дополнен и не может повысить. Поэтому я напишу здесь другое, да? А, нет, не так. Больше надо. Больше нет. Короче, 128. Так. Продолжение следует... Да, 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 A, L, A, I, A, 9, 1, 1, 3, 1, 1, собака, yahoo.co.jp, japan. Да, и прежде всего я скажу, что вся моя система теории основана на аксиома подлинного третьего закона ньютона динамического взаимодействия. И директивно я вывел много выводов. И потому что я объясню медленно, может быть, я не могу, у меня нет времени, чтобы объяснить все. Поэтому я начну... Не читай его. Да, 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 да. Правильно, правильно, правильно. Да, да, да. Это магнитный монополь, сделан в Японии. Я скажу. И почему это существовать? Постоянно существовать внутри пространстве катушки. Если электрический ток течет в этом направлении, это будет S, S-полис и N-полис, да? И когда мы поставим здесь компас, N-полис притягивает S-полис компаса, и S-полис притягивает N-полис компаса, да? Если мы носим этот компас, это будет N и S. И внутри... На каком направлении будет? Вы понимаете? Удивительно. Это N направлено к N, и S направлено к S. Почему вне катушки этот компас S-полис был направлен к N? Потому что притягивающая сила... Фломастер другой возьмите, это слабо видно, фломастер. А, нету другого. Вот Сирва. А, нету. Это... Сирва. А, да-да-да, вот. Сирва, да-да-да. Окей. Он не готов. Нет, все хорошо. Да. Это так, да? Причина, по которой S направлена там. Потому что я из-за силы, притягивающей силы. Да? Правда. Но внутри это притягивающая сила, которая притягивает N-полис. N-полис притягивает N, и S-полис притягивает S. Это обратно, да? Да. И, да, есть магнитное поле. Да. Что магнитное поле? Нефть, да, да. Это S, кажется, течет в этом направлении, да, S. Да? И N течет в этом направлении, что S и что S. Ам... Соленой, да? Соленой, да. Соленой, да. Соленой, да. Соленой, да. Что S и что N. Я скажу, что в внутреннем пространстве катушки, это отрицательная, магнитная проницаемость, потому что N и N. И причина по которой полис N и полис S в крае, может быть, есть силы, которые атакуются, да? И, если мы делаем магнит, если мы делаем маленький филамент, это включить N и С, и N и С, и Н и С. Это неотвратимо, потому что каждый магнит имеет брутренное пространство, поэтому брутренное пространство имеет отрицательную магнитную проницаемость, поэтому Н и С раскидывается. Но этот факт сам не докажет, что магнитный монополий не существует. Это не докажет. В Японии, это не я, но другой человек, используя право крышеную ленту мёблиуса. И здесь проводник используя право крышеную ленту мёблиуса, он сделал N, S, N, S, N. Такой магнит, N, S, N. Три полярные, три полярные магнит. Три полярные магнит. Три полярные. Три полярные. Три полярные. И здесь, N направление. Н направление, S направление, и продуматься дальше. Н, S, N — если мы используем право крышеную ленту мёблиуса И если ревоскрученную ленту не выявится, это будет SNS. Но если мы делаем магнит внутри этой карточки, если мы используем правоскрученную ленту не выявится, действительно, мы получим N магнитный молополь внутри. Если это было внутри, и если мы используем ревоскрученную ленту не выявится вокруг S полиса, это будет S полярный магнитный монополь. И S полярный магнитный монополь друг к другу притягивается и формирует одну группу. Вокруг S полиса это будет группа S полярного магнитного монополей. И эта группа, и эта группа атакуются с этим. С этим? Да, 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 да. Что с рестрией? Да, да, да. Аправируйте всю свою современную, квантовую физику и может быть современную физику. Особенно квантовая механика и космическая физика отрицает существование магнитного молополя. И я скажу, что что течет в магнитном поле, это действительно S полярный магнитный монополий, который течет как магнитное поле. И N на обратном направлении течет. Это действительно очень маленький N полярный магнитный монополий. Это N полярный магнитный монополий, который течет. Течет. Да. И, в средствии чего, так как магнитное поле может прозрачна, прозрачна. Да. Прозрачна. Прозрачна. Да. Прозрачна. Магнитный магнитный монополий. С магнитный монополий. С магнитный монополий. С магнитный монополий. С магнитный монополий может прозрачна. 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 современную физику. Это очень важный проблем. Но есть вопрос, почему течение таких магнитных монополей не вызывает электрический ток? Наоборот, электрический ток может вызвать магнитное поле, это течение магнитных монополей. Ответ. Электрон внутри электрона есть эспаральный магнитный монополей. Это шахпаронов, который открыл этот шахпаронов. Вы знаете, это русский. И это полярный эфирный волокно покрывает этот полярный магнитный монополей. И это становится электронной. Это электрический заряд. Да? Понятно. Ясно. Это электрический заряд. И этот электрон имеет поперечное электрическое поле. Это значит, для этого электрона магнитное поле и электрическое поле параллельно. А параллельно. Поэтому можно прозрачно проходить. Не вызывая индукцию фарадеи. Но если мы двигаем этот магнит, например, потом можно вызвать электричество. Если это статическое, статическое течение магнитных монополей не вызывает электрический ток. Это так. Понятно. Ага. И читер, название своего доклада есть. «Закон инерции возникает из электромагнитной индукции фарадеи». Я написал так. Потому что это такое поперечное электрическое поле, которое, как сказать, импида. Которое доводит индукцию. Да, да, да. И это может быть тоже необычное, которое вызывает массу. Масса – это трудность движения. И дурья электронов. Эйнштейн написал… Это было так. Это покойная масса. Это так, да? Квадрат. Скорость света. Квадрат. Скорость частиц. Частицы. 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 И это квадратный корень, да? Поэтому скорость частиц электрона не может превращать скорость света. Но в этом случае, в встрече – это квадратный корень. Это квадратный корень. Но просто скорость света – плюс б. Я выбрал это уравнение из подлинного закона Ньютона динамического взаимодействия, о котором Анатолий Млок часто-часто говорил. Да. Это относительное верность этого уравнения. И это выражает, репрезентирует взаимодействие между эфиром и частицей. Понятно. Да. Я делал, сделал доказательства существования эфира. Я немножко объяснил. Вчера и позавчера. Но у меня я не так уверен, что у меня будет время объяснил все это. Поэтому я скажу, короче говоря, существование эфира доказано на основе последней теории фирма. Математический теории nn в степени x плюс nn в степени y, nn в степени z. В этом случае невозможно поставить здесь целое число одновременно. Если n было больше чем 3, больше равно 3. Я искал пространство, если есть 3 оси. Например, есть q, который x, x, x. И это было y, y, y. И если мы дополним воду здесь, и мы попытаем это z, z, z. Но этот z никогда не будет рациональное число. Я с математической точки зрения позволяю квадратный корень как расширенное число. Потому что, например, квадрат 2 написано как? 1 плюс. Рекрессивно. Если цель рягиемо, если цель рягиемо можно выразить такой, такой, такой. Это теорема несовершенствовательности Гейделя, который определит, что это реклюзивная и естественная реальность необходима. Чтобы обеспечивать правильность математики. Поэтому число равно бесконечности не существует. И число, которое выравняется с бесконечной тонкостью, не существует. Поэтому на оси существует только рациональное число и расширенное число. Кроме того, не существует числа континуального реального числа. То и его не существует. Нет, нет, нет. Но есть рациональное число число не существует. И благодаря этой возможности разделить по каждой оси мы можем, как сказать, обоида, как сказать, обоида, кто-то может перевести обоида. Избежать. 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 Вы можем избежать проблемы англии панкарея. Ангелин Панкаре выглядел, что задача больше, чем трех дел. Мы можем разделить каждую область, и поэтому каждое взаимодействие происходит только парой, действующая страна и противодействующая страна только, и А, Б, и С одновременно не действуют, поэтому не это бессмысленно, что Ангелин Панкаре доказал. Сколько минут? Время уже все. Окей, окей, окей. Я вот, минуточку, я, конечно, многие, наверное, не поняли. Значит, вот это нелинейная задача, которая сейчас не имеет решения. Действительно, этим вопросом он освещает вопросы тех, которых в какой-то степени я рассказал. Значит, вот среди, ну вот, если помните, значит, если поле можно направить снаружи и изнутри. Вот эта задача, когда и описывается в моносистеме координат, она нерешаема. Она действительно нерешаема, и там противоречия по Ангелин Панкаре, еще там куча, я сразу не могу вам сказать. Но эта задача, ну я не хочу сказать легко, но свободно решаема при использовании пары. Там, благодаря тому, что вы можете разделить, там не только можно построить вот те, ну, внутреннее замыкание поля и наружное замыкание поля. Их можно переставлять, но для этого это называется перестановки. Перестановок очень достаточно много и достаточно хитро, потому что можно переставлять перпендикулярно и параллельно, внутреннее и внешнее. Значит, выходит количество перестановок, ой, 4, 3, 12. Вот, вот 12 полей можно создать. И 12 различных сочетаний, я подчеркиваю, сочетаний, ну, появляемого, получаемого эффекта. Вот так. Вот. Ну, этим занимались вот в Томске в свое время, есть работы, такой есть, был Николаев. Фамилия, имя, отчество я сейчас не помню немножко, но дело не в этом. Вот он занимался этими вопросами и довольно успешно. там созданы, ну, необычайные вещи, я скажу так. Он занимался магнитным полем, да. Второе магнитное поле, да, которое… Да, он вот создал вот, ну, может кто видел там фильмы есть, о том, что… но он создал поле, которое позволило заморозить плазму, то есть ее зажать. И зажал он это, ну, практически в очень небольшом объеме. Ну, а Чехаранс, как бы сказать, он… Он рассказывает, он рассказывает математическую операцию, которую он пробует, пробует описать эту же задачу в моно-системе координат, используя, используя, ну, в системе координат Декарта, используя, ну, мощный математический аппарат, который вот… Он… Ну… Использует… Который он использует, да. Ну, вот, если мне… Если что-то поняли, то хорошо, а если не поняли, то уж извините, я по-английски не гугу. Не, ну, вы хоть как-то объяснили. Ну, если что-то понятно, хорошо, если… Мало, конечно, трудно понять, я еще раз говорю, это нетипичное… Вот… Я… Я рассказал вот геометрию эту свою, но она… Это только первый шаг. Она настолько богата, что там… Яма. Вот… Два слова, если можно представить. Вы сказали, 12 комбинаций, да, получается? Вот, хотя бы несколько комбинаций, можете продемонстрировать? Ой… Сейчас я… Вы знаете, я сегодня устал, не могу, не могу, не могу. Это вот есть… В интернете несколько показывается, что магнит не притягивается. Ну, прям вот… За счет комбинаций перестановок их, вот, группы магнитов, если поставить их два параллельно, то посредине оказывается дырка, которая… Потенциальная яма, да. Да, потенциальная яма, в которой нету поля. И спросать, что там… И вот эти вопросы… Вы только поймите правильно, я сейчас не способен… Я только могу вот немножко рассказать вот это… И возникает вопрос, что там, как это описать… И… И… Вот… Современный… Так… Математический аппарат… Вот… Вот так, пожалуйста, описывайте… Куча запретов… Куча запретов, которые исключают возможность их использования. В парной системе этих запретов нет. За счет чего? Ну, потому что там… За счет чего? Потому что там одна ось есть, на которую можно опираться. Вот вся система строится из того, что у вас есть ось, которая неподвижна в пространстве, которая привлекает два направления, направленные туда, куда надо, как говорят, на то, что вы смотрите. И за счет этого система координат оказывается не с произвольной, как сейчас у нас. Вот… Трехмерную пространство… Декарта можно вращать вот так. Относительно точки… Нулевой точки. От этого ничего формально, а в зависимости все меняются. Вот… А у этой системы координат… Вот… Относительно оси можно только вот так вращать. По одной оси… Нет… Нет… Вот… Но как вы только направили на конкретный объект, все… Вращений нет. Все однозначно. Вот это очень большая разница. И трактовок становится значительно меньше. Но… Я еще раз говорю… Я только начал в эту игру играть, поэтому могу только первые шаги говорить. Вопрос можно? Кому? Мне? Нет, в докладчике. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста… Не могли бы вы проиллюстрировать процесс ввода трехполярного магнита из ленты Мёбиуса? Внутрь катушки постепенно, вот скажем там через южный полюс, да? Вот вы вводите. Часть уже вошла, часть нет. У вас триполярная еще эта лента Мёбиуса? Или уже однополярная? Еще дальше ввели. Где вот три переходит в один? И как вы удостоверяетесь, что внутри катушки монополь получился с одним полюсом? Динамика процесса. Динамика. Вот вводим, вводим в катушку, вводим вот эту ленту Мёбиуса, которую вы намагнитили. Постепенно. Вот срез катушки. Подводим к нему. Тут три полюса. Или один. Еще подвели, еще внутрь не вошли. Это значит, итог эспариантного монополия и итог эспариантного монополия будет разный. Вы вопрос поняли или я его не внятку услышал? Не, не познаю. Меня интересует. Такой момент. Вы сказали, что снаружи катушки три полюса у ленты Мёбиуса намагничены. Я правильно понял? Правильно. Правильно. Ну давайте я попробую немного. Рисуйте на доске. Давайте я, может быть, и конкурсирую вас уже задаю. Просто как происходит этот процесс в динамике при помещении одного одного в другое? Можно? Конечно. Значит, вот у вас катушка, да? Да-да-да. Так. И вот у вас эта лента намагниченная. Я же не знаю, как ее изобразить. Я говорю, а лента я вырисовал внутри? Нет, Лена, подождите. Да, окей. Вот здесь вы рисовали МС в катушке. Ток там протекает, и поэтому такая ситуация. Здесь вы говорите, когда снаружи катушки, здесь три полюса. Три, Лен, Лес, Лен. Ну если правое скручивание и намагничивание, то три полюса возникают. Вот я говорю, возьмем вот этот вот трехполюсный элемент и подвинем его вот так, подвинем. Подведем сюда. Он еще трехполюсный. Ага. Он все такой же, да? А теперь я его вдвигать начинаю. Вот срез катушки, скажем. Вот я чуть-чуть задвинул. Он трехполюсный. Но С и Н внутри это... Ну хорошо. Хорошо. Пусть они внутри. Да, внутри. 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 Ясно. Вот я ввожу. Где у меня вот эта трехполюсная система превратится в монополь? Где? В каком месте? На срезе катушки или где? Да. Я думаю, что вы будете согласны, если магнитное поле. Это так. Во все стороны. Да, да, да. Это топологически не ориентируемая моя... Это когда она где? Вот здесь она? Да, да, да. Снаружи? Да, да. Это так. Вне. Да? Но если это было внутри, Н и Н тянется. Поэтому этот С или этот Н исчезает. Где? В какой момент это происходит? И как убедиться, что они исчезли? Это будет в момент, в момент... в... Как сказать... в... 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 когда это будет. Так это постепенно будет. А лента миобиуса вот так стоит? Вот так развернут? Или вот так? Вот если это катушка, то миобиуса, вот она, катушка вот сюда. Ленту миобиуса можно так поставить? Можно так поставить? Да, да. Так вот, где будет исчезать? Вот так? Но это... Сея из каждого, это право. Да, 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 да. И если это конец, это конец. Это конец. Это конец. Это конец. Это конец. Ну, то есть, вот так будет исчезать, да? Вот когда катушка, вот граница катушки, граница вот эта сюда. И я так подвожу, и вот тут исчезает, да? На границе. Ну, тут, вернее, все вот так это происходит. Но факт, я еще раз говорю, описать это достаточно сложно. А как только вы описали поле двумя векторами, и начали его рассматривать, тут начинается игра. А как убедиться, что внутри получился монополь? Как убедиться? Это я же говорю. Это я понимаю, что вы говорите. Это убеждаясь очень просто. Берешь магнит другой, и он со всех сторон имеет одну и ту же полярность. Нет, так это вы говорите, что так должно быть. А как убедиться в этом внутри катушки? А, внутри? Ну, взять магнит. Ну, как? Как? Ну, там же поле есть. Мед, вот он есть мед. Вот там одна сторона. Вот. Ну, вот вы подходите... Ну, как убедиться? Снова, что ли? Как убедиться? Ну, нужно думать, как. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Ну, последний магнит. Я взял и пойду. Ну, да. Тут фото, да. Ну, и увидишь, что это со всех сторон одно и ту же. Войти туда. Ну, это все. Ну, а больше ничего я вам не могу сказать. Пока. Я этих опытов проводил пока. А минимальная размерность, петля мебелью составленная какая? Вы убедитесь? Мимо. После которого это возникает. Я не знаю. Не знаю. Не могу говорить. Это я могу только предполагать. Я представляю. Это дело требует животных. Да. Это я. Чисто теоретическая вещь в своей голове. Больше ничего. Какой вопрос? Так. Извините, я уже тут уселся. Какие еще вопросы есть? Конечно, сложно. Нет вопрос. Мне хочется объяснить мое математическое открытие, которое имеет очень важный эффект на физике. Вот сейчас объяснить, да? Да. Это было. Это было после того, я кончил, написал мой доклад. Я следовал. А-а-а. Это фитическое открытие. Хорошо. Это очень простой выражение. Мортиры не пишут. Не видно ничего. Нам это ничего сейчас не даст. Значит, ну вот он хочет объяснить математически то, что ему удалось, как он считает, описать вот это превращение трехмерного, будем говорить, магнита в одномерный. Ну, я не знаю, сможем ли мы понять. Самое плохое тут в этом аспекте, действительно, только попросить его написать, чтобы это было издать. Извините, я правильно понял, что вот здесь я беру два, вот эти самые, да, они вращаются? Ну, да, да. Для того, чтобы сделать петлю мебиуса, то с какого-то момента они мне должны повернуться. То есть это уже вот так и будет вот так идти. А потом они уже перевернутся и так далее свернутся в кольцо. Да. А если это так, то в точке, когда вот два этих самых вот так вот вращались друг друга. Ну, да. И когда они повернулись, один вращается так, а другой два тора взаимоперпендикулярных, это вообще магнитное поле как таковое. пропадает, там возникает совершенно новое, третье состояние. Ну, правильно, правильно, вы говорите все, но вот я еще раз говорю, что это теоретические игры сначала, а вот он хочет... А здесь нет у тебя текста? Текста нету у тебя там этого. Это он только что нарисовал, в смысле, пока был здесь. Текст? Ну, пока, ну, в России. Ну, я не знаю, как, как вы предлагаете, я не знаю, как... Ну, значит, напишет. Так маркеры не пишут. А, написано. Ну, если он объяснит, давайте будем послушать, послушаем, как он... Маркеры не пишут, поэтому не видно, что на доске, наверное, происходит. Ну, когда держишь это... 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 Сколько времени... Да? Да, 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 да. Поэтому нам надо доказать, да, это равенство не... Доказано, еще не доказано, но я докажу, да. Девая сторона... Девая сторона... Я дифференцирую, я дифференцирую, да? Давайте дифференцируем... Девая сторона... Это будет... Я напишу здесь. Дифференцирую. Да. Потому что, так как я ставил равенство здесь, это будет t, и это должно быть дифференцирование, да? Да. И t вынуждено. Правая сторона. Ясно. Да? Да. Правая сторона. И поэтому это равно, да. Ага, ага, окей, окей, окей. Если... Да, да. Если... Констант может быть здесь, но это будет из-за ограниченности времени, я не докажу больше. Нет, не докажешь, это будет констант, значит, плюс, констант. Это, ягибол, ягибол, это, ягибол, для многих этих тостей, это так, и поэтому, что средствия такого математики, чьего のа, ягибол. Ну, в общем, если есть кто? Это можно? Окей, спасибо. Нью. Ну, вот совсем другая песня. Может, упражненький какой-то. Так? Да. Это, да, и мы предпочитаем. Ага, понятно. И dx0. Ой, господи. Я скажу. Да? Да? Ясно. Это, потому что это LNT, это где-то. Ну, это понятно. Да? Да. Это будет, да, быть искрита так. Точно. Потом. Второй. Минутку. Даже. Напиши для всех вот точно с чего ты начал. Вот превращение натурального логарифма, ну, если кто понял, суть, он превращает производное натурального логарифма и произведение на... Ой, сейчас. Да. Ну, в общем, все это равно единице. Вот. От того, что производное натурального логарифма равно этому же числу. Вот. Натуральный логарифм, то есть производная... Производная равна единице на этом числе. Да, да, да. Ну, и вот их перемножение дает единицу. Вот в чем игра его. Но вот это надо написать, конечно, здесь. Второе. 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 Ясно. Дифференциативуем два раза. И это будет так. И эта часть репрезентирует внутреннее пространство. И эта часть репрезентирует внешнее пространство. Время отрицательное. И это... Если Т увеличивается, это будет очень маленький. И почти вся проблема, все проблемы, которые происходят в физике, может быть... в этой... В этой... Да, да. Следует из... Такого... Ааааа... Игновирования... Следует из... Геннолирования таких факторов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это только около 10 дней, что я открыл это время. Надо чаще приезжать в Петербург. Это только здесь, в России, что я показал. Мне не хочется показать свою физику в США, в европейских странах, ни в Японии, которые, как сказать... That is quite severely subjected to USA. Мне очень нравится Россия. Очень-очень нравится Россия. Поэтому я скажу, что все это здесь... Я предпочитаю, что угодно. Я физики русских и физиков. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я объясню, как определить форму эфира. Форму эфира. Я скажу, что эфира – это целый дальний день ворокнулась. Я докажу это, используя подлинный третий закон Ньютона, Ньютонского взаимодействия и закон Кеплера. – Ага... Не... Не могу. Я так лучше прошу, как я, с ним, сырно-мыслен в рамках, озвучали, Aires, EstITT resto сливочными графами, – За всю оставшуюся жизнь. Я не буду на вас. – А, ótanas на дол days... – Для истории? – За вечным. – Да. – Вот здесь. – Убант-дather. – Не могу. – Бензин! – Можно сохранить? – Для потоков. – Мемориальная песка. – Для покровkal婚. А вот там это самое, вон, морожидкость, нет? Да, и очиститель для досок, ну вот, что я, я правильно так сказал. Водичкой с брыбой. Попробуем водичкой. А там, наверное, со спиртом, да? Да, да, Вера. Не работает. Надо попробовать. Ну, немножко побрызгать надо. Да, можно сначала туда брызгать и тогда будет. Вот и все. Вот и поехал. Вот, вот, вот эта брыбка. Вот у меня к присутствующим есть вопрос. Может быть, подсказывайте. А как пишут там? Значит, дело все в том, что физики очень любят число Е. Да. И Е в возможности, в возможной степени берут производные от Е. От Е. Но ведь штука заключается в том, что производная от Е в степени равняется Е в степени. То же самое. То есть мы имеем дело с застывшим миром. Когда прошлое, первопричина равняется следствием и ничего не меняется. Спрашивается. Спрашивается. Нафига? Физики так любят этот постоянный мир, в котором ничего не меняется. И когда, и зачем они используют число Е. Потому что здесь вся штука заключается в том, что берется натуральный логарифм, а это Е в степени. И, значит, присваивается ему единица, а единица сама по себе, в любой системе измерения, это вообще совокупность совершенно любое число может быть. Значит, в результате что получается, если я беру величину логарифма, которая является постоянной величиной, я этим приравниваю, смешиваю самые разные числа между собой. И если не знать ответа на первый вопрос, который я задавал, а что такое число Е, и почему его так любят, что оно отражает, то все это становится полной либердой. Но Е в степени это ноль. Если Е в степени не переменная величина. Е в степени ноль, и единица единица. Нет, я говорю, Е в какой-то постоянной степени, как производная равна ноль. Почему? Как? Е... Е... А, послушаю. А если там... А зачем мне брать Е в степени постоянной? Если там какую переменную, так потом, когда берем производную, нужно еще от этой переменной взять. Я говорил, что Е в степени х равняется Е в степени х. Коллеги, послушаем. Ну ладно, давайте... Давайте закончим это самое. Готово вам сообщение. Это... Это... Закон Кеплера. Кеп... Кеплера. Да. Скорость... Подводя на радиус. И это закон третьего закона Ньютона. И если... Дивайд... Ф... Дивайдед Бай Р... Иквоз... Равно... Констант. Постоянно. Это значит... Сила... Пропорциональная... Радус... Расстояние. Да. Что это? Это закон Гуга. Закон Гуга. Я... Э... 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 И это пропорционально квадрата А. Скоро всего России. Если это увеличивается, если, например, зверя идет, колебается к ней, например, немножко, это будет увеличаться, поэтому это увеличается. Наоборот, это увеличается, поэтому даже если очень маленькое колебание действует, если это было вне, ускоренно земля будет вылететь. И если это было немножко внутри, это увеличается и это уменьшается. Поэтому земля падает к Солнцу. Чтобы обеспечивать устойчивость орбиты, нужно такой механизм. Это длина, которая связывает Солнце и Землю. И если земля идет вне, эта причина притягивает. Если эта земля приближается к Солнцу, это отогревает. Таким образом устойчивость орбиты обеспечена. Поэтому это закон Гуга. Поэтому форма эфира – это соленоидальное волокно. Время – это изящные волокно. Время – это изящные волокно. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну что-то кто-то хочет что-то сказать? У меня был вопрос. Кому? Да, да, да. Ну пожалуйста. Александр, вы получили уравнение инерции, движения по инерции, из закона электромагнитной индукции. Вы пробовали приспособить этот механизм под объяснение филадельфийского эксперимента? Я сделал заказательство наименящего действия. Использую я третий закон Ньютона, который включает индукцию Фарадея. Я думаю так. Вы помните, что там в конце всей истории появляются инопланетяне? Если читать внимательно книжку, что случилось с эсминцем? Мы хотим обеспечивать минимальное время в трактуре движения. Это индукция, которая меняет направление. В каждой точке трактуре, это закон индукции, это доказательство использующей третий закон Ньютона. Динамическое действие, включающей индукцию Фарадея. Это контролирует направление, локально контролирует и глобально обеспечивает минимальное время. Это то, что я написал. Это будет включено в докладе. В исповнике. Спасибо большое. Есть еще какие-нибудь вопросы? Спасибо.